В паблике ЧП Самарской области соцсети ВКонтакте поведали правопиющий случай в селе Благодаровка Борского района. 23 февраля скорая помощь из-за сугробов не смогла проехать на помощь пенсионеру. В итоге пациенты вывозили лошадью на санях. Медицинская бригада из Борского с огромным трудом пробилась пешком к мужчине через сугробы. Снег здесь местами по пояс. Жители очень надеются, что это видео посмотрят в областной прокуратуре. Дороги тут никто не чистит. Сельчане за всю зиму ни разу не видели трактора. На просьбы жителей о помощи местные чиновники отвечают отказом. Молодстаньте, вся техника занята. Полный бардак и друг друга покрывают, негодуют сельчане. А однажды тут даже бабушка сгорела из-за того, что пожарная служба не смогла проехать. Самарец Вадим Назаров решил собрать в фейсбуке все мему прожителей Самары. Итак, Самарец думает, что Жигулевские горы — это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тут как пиня. Если Самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, как называют жительницу его города, но Самарка — это только река где-то в курмышах. Самарец определяет, в какой он части города по запаху солда либо шоколада. Самарец уверен, что живет в городе-курорте и третьей столице России. Какая еще нафиг Казань? В транспорте Самарец ездит по сезонке. То, что она на месяц, а не на сезон давно его не смущает. Самарец знает, что Жигулевская — лучшее пиво в мире, а лучшие Жигулевская — на дне. Самарец еще до Михалкова был уверен, что в Самаре самые красивые девушки. И после Михалкова будет уверен. Самарец считает, что в Самаре все самое большое. Волга — площадь, вокзал, набережная, синагога. Еще Самара — родина слонов. Самарец иногда затрудняется слитно или раздельно писать за Волгу, потому что за Волга — это такая сопредельная страна, куда обязательно над летом съездить на омике, а зимой сходить по льду.